МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионы предприимчивый мужчина торговал контрафактными сигаретами, что грозит горе-бизнесмену. Время очищения и смирения у православных верующих начался в Великий пост. Зажигательные выходные в Омских парках попытались проводить внезапно нагрянувшую зиму, как прогоняли стужу, что делали, чтобы приблизить весну. Оставить след в истории может каждый. На сайте 12-го канала стартует новый интерактивный проект, чему он будет посвящен. И намотали сотню километров. На Омском велотреке прошел необычный турнир. Почему участников просили не крутить педали? Первый комментарий регионального Минздрава по поводу смерти пятилетнего ребенка от последствий свиного гриппа появились на сайте ведомства. Мальчик впал в кому и, несмотря на улучшение состояния, скончался вечером 12 марта в областной детской клинической больнице. И вот как объяснили ситуацию в Минздраве, цитирую. Ребенка привезли в лечебное учреждение бригады скорой помощи 25 февраля в Коми. При поступлении специалисты начали антибактериальную и противовирусную терапию. Несмотря на проводимое лечение, состояние ребенка оставалось крайне тяжелым. 12 марта на фоне прогрессирующей полиаграганной недостаточности наступила остановка сердца. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия не дали положительного результата, ребенок скончался. На основании клинических данных и данных прижизненного исследования предварительной причиной смерти стала молниеносная форма течения гриппа H1N1. Это первый случай смерти от последствий так называемого свиного гриппа. Отец мальчика Артур Кулиш в интервью одному из интернет-ресурсов сообщил, что претензий к врачам у него нет, поскольку случай с его сыном очень редкий. Таких инцидентов, по его словам, было несколько в Москве. Между тем, по информации областного Минздрава, в феврале лабораторно подтвердили случаи заражения свиным гриппом 82 жителей Омской области. Сигареты на миллион омские полицейские уничтожили 22 тысячи контрафактных сигаретных патчек. Огромная партия с поддельными наклейками хранилась во дворе торговца-пенсионера в советском округе. Виновный уже был наказан штрафом в 300 тысяч за сбыт немаркированных табачных изделий в 2015 году. Вся нелегальная партия на сумму более миллиона рублей была сожжена. Было проведено мероприятие по уничтожению партии табачных изделий, маркированных поддельными федеральными специальными марками, в общем количестве более 20 тысяч патчек, являющимися вещественными доказательствами по оконченному в 2015 году уголовному делу. У православных начался Великий пост. Время духовного обновления перед Пасхой продлится. Пост 7 недель, причем в первую и последнюю ограничения наиболее строгие. Установлен Великий пост в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. Вообще верующим нельзя употреблять в пищу яйца, молоко, мясо и молочные продукты. Рыба разрешается только в празднике, Благовещении и Вербное воскресенье. Пасха в этом году выпадает на 1 мая. О всех храмах сегодня утром сменили убранство. Черный цвет в интерьере будет преобладать вплоть до окончания Великого поста. Перед началом поста отпраздновали Масленицу. Массовые гуляния прошли в эти выходные в Омске. Состязались в приготовлении и поедании блинов, катании на лошадях и русских народных забавах. Взятие снежного города, штурме, столба с призами. Организаторы праздника подготовили не только концерт, но и игровые площадки. Селочи сражались стенка на стенку, женщины пели частушки и народные песни. Организаторы уверили, все игры и конкурсы основывались на сказаниях и этнографических материалах. Для гостей работала ярмарка мастеров. Пришла я, потому что люблю русскую традицию. Родители наши всегда праздновали Масленицу. Я жила в деревне и всегда это был большой праздник для нас. На протяжении нескольких часов, продолжаясь в Масленичной гулянии, атмосферу тепла поддерживали традиционные ароматные блины, сушки и чай самовара. А кульминацией праздника стало сожжение чучела зимы. Несмотря на масштабные проводы зимы, отступать стужи не собирается. В регион вновь вернулась по зимнему морозная погода и метель. По словам синоптиков, резкие изменения в погоде, связанные с прохождением двух активных антициклонов, они спровоцируют в регионе перепады атмосферного давления, колебания температур. Кроме того, ожидаются осадки разной интенсивности, местами метель. Потепление ожидается лишь к концу недели. В субботу, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до нуля градусов. А в воскресенье ожидается до трех градусов тепла. Сегодня назовут имена народных героев. В регионе завершилось голосование за финалистов первой Омской региональной премии. Всего за участников отдали почти 22 тысячи с половиной голосов. На протяжении полутора месяцев жители выбирали земляков, которые заслуживают почетного звания за добрый поступок, подвиг или весомый вклад в развитие города и области. Имена победителей сегодня озвучат на церемонии награждения в Омском академическом театре драмы. Всего финалистов будет 12. Одну из наград от себя лично вручит Виктор Назаров, глава экспертного совета конкурса. Я хотел бы отметить тех людей, которые не должны были совершать подвиг, они не задумываясь, просто выполнили свою работу. Это медсестра и врач Большоуковский ЦРБ Голикова и Алексеев. Они в паводок для того, чтобы обеспечить обслуживание населения пешком, по пояс в воде, в костюмах АЗК, проводили мероприятия медицинского характера, в том числе и ставили прививки. Наверное, знаете, можно было на их месте сказать, слушайте, вот создайте нам условия, подождите, когда спадет вода, мы к вам приедем. Нет. Они понимали, что сегодня это нужно, это востребовано и это для жителей. И они, наверное, сделали то, что каждый человек, уважающий сам себя, и в том числе внутренние потребности оказать помощь другому, они вот этот подвиг совершили. Поэтому вот тот особый приз губернатора я, безусловно, хотел бы вручить именно им. Оставить след в истории Омска с сегодняшнего дня жителям региона предлагают сайт 12-го канала. Добавь свое событие, под таким лозунгом в онлайн-режиме работает новая рубрика, приуроченная к масштабному телепроекту «Четвертый век». Любой желающий может войти и предложить свой вариант того или иного события в истории города на слиянии двух рек. Между тем, 12-й Кова провел первые съемки ток-шоу с участием звезды отечественного кинематографа Бориса Щербакова. Наш корреспондент Никита Смирнов побывал в студии своими глазами, убедился, к созданию четвертого века авторы подошли со знанием дела. Я неспроста говорю шепотом, съемки нового ток-шоу идут полным ходом. С самого их начала становится ясно, что первый в Омске проект такого масштаба держит студию в напряжении. Блистательный советский и российский актер Борис Щербаков и ведущий 12-го канала Светлана Лазарева вместе с гостями программы «Четвертый век» расскажут телезрителям о новых исторических фактах, разгадают загадки прошлых столетий и посвятят некоторые тайны известных личностей того времени. В центре каждого периода, несомненно, Омск, как город, который со дня своего основания играл значительную роль в формировании государства российского. Четыре столетия, четыре эпохи. Недаром новый проект получил название «Четвертый век». Старт начинается с 18-го, самого загадочного в истории Омска. К ней в прямом смысле и прикоснулся знаменитый актер Борис Щербаков. Ему удалось подержать в руках кирпич из руин того самого Воскресенского собора, который сейчас воссоздают областные власти, и получить в подарок самый настоящий национальный казахский костюм. «Ой, потрясающе! Когда-то принято! Просто вам, дорогому гостю, благодарю!» «Хочется показать весь город, понимаете, привлечь всю нашу интеллигенцию, всех наших писателей, историков, художников, чтобы все внесли вот какую-то маленькую лепту в юбилей, в празднование, в историю. Мы все пишем историю, и сейчас в том числе». Больше семи часов понадобилось для того, чтобы отснять две программы. Устали как ведущие, так и гости. Но эта усталость приятная, утверждает команда 12-го канала. То, что в конечном итоге на своих экранах увидят Амичи, стоит того, чтобы затратить столько сил и энергии. Впрочем, все секреты работники телекомпании выдавать не стали. Главное – это будет интересно каждому жителю региона. «Мы образовываем, мы просвещаем, мы вместе, это очень важно, вместе со зрителями раскрываем новые страницы в истории Омского региона, в архитектуре и культуре Омска. Открываем заново биографии известных Амичей, изучаем их вместе с нашими зрителями. Они подсказывают нам новых героев, места, события». Именитый ведущий – российский актер Борис Щербаков. И не предполагал, что у Омска такая богатая история. Конечно, он знал, что у сибирского мегаполиса был статус столицы России во времена Колчака, и что его основателем был сподвижник Петра I, известный государственный деятель Иван Гугольц. Но он даже не мог подумать, что при царях Омске являлся стратегической точкой на карте страны, а во время Великой Отечественной был военно-промышленным центром, пожалуй, самого трагичного для Родины периода. «Практически я вообще ничего не знал. Как я приезжал на гастроли, это обычно один день спектакль. То есть утром мы прилетали, играли спектакль, и на следующее утро улетали. Я вообще ничего не знал. Так что я очень много узнал». Формат нового проекта – один выпуск, один час. Показ по выходным. А вот когда четвертый век, посвященный в первую очередь 300-летию Омска, выйдет на экраны, создатели держат в тайне. Поэтому у зрителей 12-го канала появился еще один повод следить за эфиром главного телевидения региона. Никита Смирнов, Сергей Никифоров, 12-й канал. С теплом к людям работники ТЭЦ-2 празднуют 75-летний юбилей. Начало существования станции «Военный» 41-й год, когда промышленные предприятия Советского Союза эвакуировали в Омск. Когда ТЭЦ-2 полностью работала на оборонку страны, сегодня это старейшее действующее предприятие сибирского мегаполиса, на котором работают 235 сотрудников. ТЭЦ-2 сегодня имеет установленную мощность 378 гкал в час. Обеспечиваем мы теплом, работаем сейчас в режиме котельной, жилье и промышленное предприятие Ленинского и Центрального округа. В объеме по населению около статуи жителей, а предприятий более 300. Обычный турнир по велоспорту состоялся в Омске. Полсотни спортсменов выступили как в классических номинациях, так и в креативных дисциплинах. Состязания второй раз прошли в Омске. О том, как усидеть на велосипеде, не крутя педали, узнавал Георгий Шершнев. Инициатором этих соревнований был я непосредственно. То есть у меня было такое желание сделать гонки, которые будут демонстрировать, что соревнования можно проводить быстро, динамично, не посвящая этому большого количества времени. Помимо умения быстро крутить педали, спортсмены по неволе поучаствовали в своеобразном шоу для болельщиков. Так, например, после того, как велогонщики выкатились на трек, судья не давал сигнал о старте. Задача спортсменов – как можно дольше удержаться на железном коне, а тот, кто заехал за линию старта, выбывает из соревнований. В рамках этой жестокой, но забавной номинации выбыл и велосипедист из Казахстана, считающийся фаворитом Павел Воржев. Любой гонщик выходит на старт не просто так, а с какой-то целью. Путь дальше, это тренировка, все равно каждый стремится к своей победе, хоть и маленькой, но победе. Спортсмены практически не перестают крутить педали, и даже в перерывах между заездами занимаются на специальном тренажере. Держать себя и железного коня в форме необходимо практически постоянно, ведь выступать приходится часто. А подобные турниры – отличная возможность подготовиться к более масштабным соревнованиям. Хорошо выступать, естественно, попасть в сборную, потому что я не являюсь членом сборной России. Уже 23 марта на Омском велотреке пройдет Кубок России. Это отличная возможность для гонщиков омичей попасть в сборную России. Георгий Шершнев, Вадим Насардинов, 12 канал. Все наши новости на сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Фаворит. У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит. Евроокно Стандарт. Всем записавшимся на замер подарок 700 007. Вы расслаблены, вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам мог? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение телекарта. Живите с легкостью. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас вареники с картофелем 51 рубль за килограмм. Фасоль белая, веселые овощи 310 грамм 25 рублей. Набор для борща из говядины. 2 килограмма 124 рубля. Русская поляна ура! Довольные покупатели. Наша главная ценность. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованные беседки. О погоде завтра, 15 марта. Переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха в районах. В ночные часы до 21 градуса мороза. Днем минус 14, минус 17. Омске ночью 9-15 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов со знаком минус. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова